Они включены в Библию, но в оригинале они не найдены, и поэтому к ним остались с предусмотрительной осторожностью. Дело в том, что, как он сказал, к Ефесянам говорит, что это не канонические книги. Он другой имеет в виду, выслушайте его до конца. Говорите еще, как вы говорите, не канонические, к Ефесянам, к Ефесянам. Это все канонические книги. Он что-то путает, просто не каноническая Библия, он, наверное, думает, что все не каноническое, я думаю, так. 11 книг, в оригинале не были найдены, но, однако, потом была найдена на еврейском языке книга Сирахова. Там ничего нет против. Если ими пользовались святые отцы, то нам чего же тут дальше-то искать? Понятно, нет, вот когда перевод идет на русский язык, она ведь, эта Библия, не каноническая. Да она так не называется, не каноническая. Если ее на русский язык на нас, понятный, как вы говорите, она не каноническая. Нет, это не надо, выбросьте эти слова, не надо мудрства. Почему выбросьте? Вы спросили, я вам отвечаю, второй раз вы уже не услышите. Библия не каноническая не называется, а Библия с не каноническими 11 книгами. А что Библия не каноническая, то, что переводили, ну и что, что переводили? Это не я говорю, это Стеняев сказал. Да не надо это, не надо глупости собирать. Переводили, все переведено у нас, и служба переведена, тогда что, это все не каноническое? Неканоническое означает, что не установлен автор. В оригинале не найдено, а найдено только в переводе. Вот ответ, другого нету ответа. Он сказал, называя себя мудрыми, а безумерие, слово Божие говорит. Зачем нам, говорит, ни святые, ни конои, ни соборы не называли, что Библия не каноническая, то, что она переведенная. Септуагин-то переведенная, тогда она не каноническая. Глупости это все. Эту богохульную мысль выкиньте из головы. Хорошо. Я задал вопрос, просто мне это интересно было. Как так? Забудьте, попросите, что Бог истер из памяти это. Хорошо, хорошо. Спасибо, Христово. Аллилуйя. Мне кажется, если кто-то остался еще, я вижу, все остались. Вы, как бы я хотел посоветовать, на занятиях с самого начала не были, и где вы что читаете, никто не знает. Вы задавайте любые вопросы, вообще все, что вас интересует. Вот до того, почему кошка молоко лакает. И, ну, я просто утрируя говорю это, конечно. И вы больше сами узнаете, и быстрее подойдете до истины. А то вот такие вопросы сегодня, как бесы, это не ангелы, ангелы какие-то там где-то входили к дочерям человеческим. Это обыкновенные толкования святых отцов. Иоанн Златоуст об этом говорит. А то, что вот это вот, все это из пули взято, там, как бы, приписывают Златоусту это. Но на самом деле, это не Златоуст, возможно, скорее всего, конечно. Вы побольше вопросов задавайте любых. Вот как сейчас, экономическое, не экономическое, там, и так далее. И тогда будем мы с вами на одной волне духовной. Все вместе. Я поясняю, у нас сайт, вы, если не знаете, кто спросите, мы вам скинем. Там я отвечаю, как зайдешь на сайт, православный библейский сайт, отвечая на 4124 вопроса. Это те, которые сохранились, о которых мне задавали в университетах, милиции, воинских частях, школах. То есть, даже не скажешь откуда, там малая часть. Но они разбиты на 55 папок тем. Тема определенного воспитания детей, Библия, старобрячество, мусульманство, иудейство. Ну, 55 папок. Там огромные, огромные материалы. Иной вопрос отвечается на 10 страниц. По святым отцам, при том редкие святые отцы, по добротолюбию. Все вопросы отвечались по 4 параметрам. Вот я стою за кафедрой, записка поступила. Отвечается, все, что об этом сказано в Библии. Что об этом говорят святые отцы, а это 300 томов. Надо помнить, знать их. Что говорят об этом жития святых, это 1173 жития. Что говорят об этом каноны, 719 канонов. Таких ответов нету нигде, это Бог отвечал. Человеку это невозможно. Вот я собираюсь сейчас, вот, ну, Евтушенко тут, Сергей, посылает 26 том, у меня еще есть-то. Я отвечаю студентам на вопросы их, по святым отцам. А потом отдельно говорю, вместе с Элой буду отвечать по житиям святых. На каждый вопрос по житиям святых и как святая Библия смотрит. Дальше отвечаю, месяц буду отвечать по поэзии, 300 поэтам за 300 лет. Это 20 тысяч файлов. 20 тысяч, вы маленько это прикиньте. Я бы издал это, не издал. Здесь я воспользовался благорасположением Евгения Евтушенко. 1 апреля, нынче он умер. Вот какое дело. То есть, ответов таких нету. Они начинают говорить, там, вот, которые священники много выступают, не хочу называть их просто, от своего ума, говорит, от чрева. Совершенно не по Писанию. Даже объясняют, ну, что такое, ну, и дальше начинают, там, Португалии, и вот Фатимская явилась, да все объяснено бесовское явление было. Падал волос, а теперь пишет лепестки роз. Это все написано у нас в книге «К истинному православию». Троянский конь книга. Там тогда уже работали, эти, киносъемки тогда было. Ни одной нигде нету, ни одной фотографии. Все изъяли. Но это ни в чем не говорит человек книги, аватары пишет. Почему он пишет? Почему боится, разговаривает по телефону или здесь, чтобы никто не узнал? Грех. Вот умер сейчас? Да, умер. Ну, умер этот певец. Еще дальше. Он заказал себя сжечь. Последнее его было. Умер сегодня. Прошедшая ночь была. Вы знаете, о ком я говорю? Ну, кто знает? Да, да, да. Вот. И сжечь себя. Что? Рамона. Ну, нет. Не знаешь, Раджи? Хворостовский. Хворостовский. Загробной жизни нету. Ведь додумается отпевать. Вот где горе-то. Он уже заявил. Все, я считаю его, ну, безбожник. Ну, нигде не выступал, там нигде не богохульствовал, как, вы знаете, тут еще один есть такой, Невзоров, Александр Глебович, богохульник. А этот нигде не выступал. Просто жил, женился, разженивался, пел. Ну, вот, смерть постигла его. Ему нельзя сказать царство небесное. Он не верил. Совершенно не верил. Жил без Бога. Ну, и зачем ему навеливают-то? Одна подошла и спрашивает. Батюшка, вот у меня отец умер, он. Как его отпевать? Ну, как всегда отпевает. Так он неверующий был. Как? Ну, он коммунист был. А, там, говорит, памятник перед кровой администрации-то. Ну, гробом подойдите и стукните в этот памятник-то. Раза два-три-то. Ну, какой еще, скажу, памятник, с него вода не течет. Надо реально смотреть. И не бояться назвать вещи своими именами. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечность, имеет возможность иметь ее. А неверующий не увидит. Никакие попы, никакие отпевания патриарши не помогут. Нету. Это обман. Вот об этом Антоний Блюм и говорит. Мы знаем христианство, которое проповедуем. И другое, которое живем. И они не сходятся. И страшно не сходятся. Рано или поздно мы должны заговорить об этом. Это не я говорю. Но я много лет говорил, 50 лет. Внимание. А вот Антон Блюм, Антоний, митрополит, сурожский, сказал. Ну, теперь можно послушать. Это в Библии Сираха написано. Заговорил богатый, превознесли до небес, а заговорил бедный, все. Это кто такой? Вот это и есть лицемерие. Кто бы ни сказал. У нас бывает так. Баптисты выступают и начинают. Это он баптист. Он считает Слово Божие. Слушайте небеса и внимай, земля, ибо Господь говорит. Это сейчас говорится. Так он сектант. Он считает Слово Божие. Нет сектанта здесь. Он будет сейчас толковать, тут появятся рога. Если он вопреки Слово Божие будет. А считает адвентист седьмой. Не имеет значения, кто читает. Считает по синодальному переводу. Лучшего в мире перевода нет. Научитесь стоять за исти. Оно не так. Вот там не так. Там не так. И ты знаешь, как старобрядцы. Перевели не правильно, не каньяни. А с какого языка не знают, как переводили. А какой язык знаешь? Своего-то не знают. Переводили переводчики, каких сегодня у нас нету. Нету, вообще нету. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович, это роман «Беспокоить». Я вижу. Вопрос такой, что вот и дети, и взрослые приглашаются в дома культуры, в различные школах, в неклассные мероприятия, организовываются с детьми. Учат их, как бы, пантомима такая, ну, как бы, танцы такие, вот, как пантомима. То есть, как бы, театр такой, танцевальный, как бы, выражать свои эмоции через движение, танец, вот как так. Я помню, вы говорили, что, и понятно, что, как бы, танец, который мужчина с женщиной, это, там, как бы, это, понятно, такое страстное, это запрещено, так вот, ну, как бы, соблазнять друг друга. А когда человек сам, как бы, выражает просто одиночный такой танец, он выражает свои эмоции, пантомима, какой-то театр такой, вот, как это, вот? Я отвечаю, Роман, он один в глазах у нас, он не один. Чего вы так рассуждаете? Он не один. Продавец продает, а зашел к нему Симеон и говорит, ты что дьяволу продался? Как дьяволу? Я торгую. У тебя гири-то другие, ты-то отпилил от них, какие там гири были-то? У тебя змей вокруг шеи обвился, душит тебя, где? Он глаза вытащил, вытаращил и стал змею его душить. Мы не видим. Если бы открылись глаза наши, как Серафим Саровский говорит, мы ужаснулись бы, насколько они противны. А люди и слушают их, и делают. Не ходить, не делать. Идите молитесь, благодарите Бога, жизнь прерывается внезапно. Там он не один. Вот она такая, я люблю на танцы ходить. Подошла батюшка, вот я хочу идти. Ну, ты знаешь, что написано просить благословения. Господи, прибудешь со мной, ты так молишься, да? Ну, вот пойдешь на танцы и помолись, и скажи, господи, я иду на танцы, на пантомиму. Пойди со мной. Да как, как? Ну, я сказал тебе, как надо. Ты пришла, спросила, больше не повторяй, иди с Богом. И она подумала, как я пойду? А решила все-таки сходить посмотреть. Подошла из-за ограды, смотрит. А там танцует и какая-то пара, они буквально влипают друг в друга-то. Она, господи, смотрит, а рядом огромный-огромный стоит, выше их раза в три. И слепляет их руками, сдавливает. Она увидела это. Перекрестилась, а только дым пошел, и он в дыме в этом исчез. Вот как Бог показывает. Ну, смотрите, смотрите. Андрей, родивый, идет там Симеон, это о них говорится. Люди хоронят человека, идут священники, поют «Со святыми упокой души раба твоего». И люди не видят ничего. Какой человек был верующий, молился, умер. И вдруг ему глаза открылись, он видит толпа огромных демонов, как Лев Толстой называет, чертей. И кропят вонючей водой, это, ну, там, на лафете везут его, как Брежнева там, или Черненко. И сыплют пеплом. Какой пепел, может, сгоревшие там собаки, люди где-то. И демон говорит, то есть дьявол сам говорит, «Будьте вы прокляты христиане, человека, повинного всякому греху, вы в рай толкаетесь, помилуй, упокойся святыми, будьте вы прокляты». Вот что там еще слышно. Вот. Люди причащаются, друг друга приветствуют, с причастием, с причастием. И никто не видит жития 19 января. Маккари, не египетский, а Александрийский. Ему Бог открыл, он видит. Священник подает, в чаши берет, прищищать, и вдруг видит, черные эфиопы толкают уголь в рот прищищающегося, а он руки сложил, чашу целовать будет. А где же причастие? Ангел, говорит, относит в алтарь рукой своею. Почему в церкви нам не говорят про это? Демоны прищищают людей, демоны, углем адским. И больше нигде не было. Так это еще Дмитрий Ростовский что пропустил? Слава Богу, что он такой был, хоть это записал. Нам нигде не говорят, кого спросили, а вы знаете? Нет, они знают, как Алеша сбежал в окно, Алексей Божий Человек. Ой, какой святой. Вот у нас один брат, и тоже, а я, в честь Алексея, Божий Человека. Я кому-то стал сказать, вот, о, я в честь святого, Божьего Человека. Я говорю, а ты знаешь биографию? Нет. Так он в день свадьбы убежал от жены, от родителей, а родители глубоко верующие были. Отец сенатор был. Ничего ему не препятствовало бы там. И скитался, а потом жил дома в конуре, на него помои там лили. Бросил, она всю жизнь тосковала, у открытого окна сидела. Тебе надо это? Твоя дочь сейчас выйдет замуж, и в брачную ночь, да я бы его своими руками задушил. Вот и все. И все твое почтение к Алексею, Божьему Человеку, кончилось. Кончилось. Не надо играть. Придумали все это, вот что есть. Когда придет Христос и говорит, найдет ли веру на земле, мы скажем, Господи, 21 тысяча вер. Не об этом я говорю. Его в Духе Святом, отрожденных свыше, мученики и мученицы, явитесь перед Господом. Мы должны жить так, как будто бы последний день живем. Для Бога. Все для Бога. Я мог бы посоветовать одну книжку прочитать, но она в виде фантастики. Называется Мария Карелли, написала ее, Печаль сатаны. А потом ее Брэмутом, брокеру приписывают, уже не Печаль, а Скорь сатаны. Это написала женщина. Княгиня Кропоткина перевела ее. Печаль сатаны. В каком виде ты желаешь, чтобы тебе был кто-то? В таком виде дьявол явится. Хочешь быть богатым? Познакомит тебя с богатым. Хочешь замуж за Кучерявого? Он в Кучерявом виде тебе Луисио Римонез. Когда-то его даже фильм ставили, где-то там в Америке еще звуку не было. У меня тут режиссеры приезжали, тематика какая, поставьте, поставьте, и вы увидите. Я дал одной прочитать, у нее студенты там собрались, до утра считали и говорят, я говорю, как, кости стучали, кости стучали друг от друга. Такое ужасное. Самоубийство, когда производится, кто видит? Она видит, тогда кто, кому она служила, где-то, кого искала-то. И написано, как кто-то вырвал у нее перо и ударил, так как лягца стоит. То есть дьявол. Дьявол. Ну, вспомните, вот Валант сидит там, когда Аннушка пролила масло-то. И что, Бога нет, нет, и дьявола нет, и дьявола нет, ничего нету. А вот дьявол сидит рядом. Вы не думайте, что Гоголь просто выдумал вечера на хуторе близ Диканьки. Житие святого ели, точно так же, круг вокруг себя очерчивал, и демони не могли его достать. Он взял из жития святых, как Лев Толстой. Перефразировал немножко там, более так красочно показывает. Демоническая сила рядом. Идет дьявол. А Макарий спрашивает, куда ты идешь? Куда? На литургию? Как? Ты на литургии бываешь? Он говорит, ни одной литургии нет без нас. Ему Бог открыл. Настоятеля нету, смотрит, а стоит осел, в хору поет. И он поет, а то не знает, монах выступает, там на Афоне пение было, и выступает какой-то священник и доказывает, а демоны не поют. Я сразу печати дал тут в интернете. Ты, поп, чего обманываешь людей-то? Считай житие святого Авраамия. И он пел не что-то, а 118-й Псалом. Блаженно непорочное. Пути Господнем ходящие. А он оптерся, стоял Авраамия и говорит, а тебе-то какое дело до святых-то? И он провалился. Он пел так, что содрогалось все. Вспомните демон Лермонтова, когда приходил там ангел, утешал Тамару, а он на улице услышал, что поет там ангел, и он вспомнил, как на небе было. Из глаз слеза тяжелая катится, и ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Михаил Юрьевич Лермонтов. Это реалия. И как спасти с ней? Как постому молитвы? Другого нет. А монахи придумали. Послушание дороже поста и молитвы. Абсолютно дьявольский афоризм. Я когда монахам расшифровал это, они в обморок почти попадали. Да вы что? А вы говорите, послушание, смотри, Златоуст говорит, вместо пастыря волка не избери. У нас впереди прошли великие мужи веры. Если мы поступаем по слову Божию и слушаем, мы рядом с ними сидим. Ну все на сегодня. Добрый вечер. А вот у нас страна-то со звездами, а у нас же закончилась уже власть-то это, со звездой-то. Битя раньше, дюйска, а почему, например, это двенадцать? Надежда, надежда. Да власть-то, которая здесь, и ИГИЛ-то все, над ними еще другие есть. Масонство называется. А над масонством, там специальный отдел сионистов. А у них только три человека знают картину, которую рисуют. Ну я эту их пирамиду всю знаю. Я 14 лет отдал этой тематике. 14 лет перемолотил всю литературу советскую, дореволюционную и зарубежную. Ну и молился, конечно. Так что молись, трудись. Себя не восхищай. Я бы пошел, я бы дал. Сиди пока спокойно. А если уже взяли, теперь крепись, не отступить. Почему Еремею было сказано, я поставил тебя разрушать, уничтожать, показывать все. И только после этого насаждать. Ну, разбомбили, Варшавы нету как будто. Из руин Нюрнберг подняли. Сначала убрать мусор, все развалить, а теперь по новой строить. И город восстановился. А у нас начинает строить. Человек приходит с предрассудками и сначала отрекись. Это один был, кажется, его Яков звать. Он учил музыки. И когда приходили, он говорил, 50 левов, ну, это мера единицы такая. А ты умеешь? А другой думает. Он сказал, я не умею играть нисколько, ну, 50. А он говорит, а я умею, я уже на скрипке играю. Я говорю, а ты 100 будешь платить. Почему? Мне половину времени надо разучить тебя, а потом научить. Вот так и здесь приходит, уже что-то знал. А что знал? Бабкины басни. Почему Ян Златуис говорит, это бредни пьяных старух. Бредни, во-первых, пьяных старух. Это деревья осенние, дважды умершие, исторгнутые, бесплодные. Вот как Иуда пишет о них. И осенние, и дважды умершие, и бесплодные. Так, расстаемся. До послезавтра. В пятницу встретимся, если Бог позволит. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Меня Людмила Злат. А можно к вам позвонить после занятия или в другую время? По скайпу сейчас можете позвонить через 20 минут. Спасибо. Всего с Богом. Хорошо. Вы знаете, как ко мне заходить-то? А сейчас я позвоню, Игнатий Тихонович. Только по скайпу. По скайпу. Да, да, да. Игнатий 10, по-латински. Игнатий, и дальше ей кратко 10. Да просто заряди и попроси, чтобы приняли. Вот как Сергей Евтушенко пришел. Так, Сергей, уже мне принесли квиток, я вам сейчас сообщу там, где переписываемся. Ты слышишь меня? Она сейчас от меня позвонит через 20 минут. Ну все, отходи. Давайте уходим. Я закрываю лавочку. Ой.